Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Велоквест «Правила компьютерных игр» действует в реальности. У памятника «Три свечи» возле седьмой школы развернулись строительно-монтажные работы. Здесь перестилают тротуарную плитку на прилегающей территории и пешеходных дорожках, меняют бордюры. Когда жители микрорайона увидят памятник обновленным, выяснила наша съемочная группа. Коренная анавчанка София Химченко за развитием и благоустройством микрорайона следит пристально, переживает за родной город и сама активно участвует в восстановительных работах сквера у памятника «Три свечи». Зеленые деревья на этом участке когда-то садила сама. В сквере, где мы сейчас находимся, я его садила вместе со всеми жителями Анапы, с руководителями, тоже тогда не ТОСы были, а квартальные комитеты. И вот мое личное пожелание – поливать, поливать и поливать, чтобы больше было насаждений зеленых, потому что рядом школа. Ранее обращалась в администрацию, чтобы торговые палатки перенесли от мемориала. Ее услышали и пожелания всех жителей микрорайона выполнили. Работаем мы с администрацией в тандеме, стараемся ходить, вызываем руководителя отделов администрации к себе на координационные заседания. И все свои вопросы, которые назревают, которые люди нам задают, мы стараемся решать совместно эти вопросы. Сообща работали выходные на субботнике, приводили в порядок территорию и памятник. Мы все дружно вышли, руководители ТОСов, жители микрорайона, мы все дружно вышли на субботник. Убрали бульвар и памятник покрасили, помыли, покрасили. Тут вот как раз к школе мы все здесь подготовили. Выполняют работы по благоустройству, но в другом направлении и масштабах специалисты предприятия «Ремстрой». Первоначально была заложена укладка тротуарной плитки у дома номер 159. Далее мы приступили к самому обелиску «Три свечи». От обелиска «Три свечи» будет укладываться тротуарная дорожка в размере 600 квадратных метров и 200 метров бордюра. Дальше будут у нас еще уложены дорожки возле садика. После этого будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории и озеленение всей территории. Тротуарная плитка у нас по контракту была закуплена с завода «Выбор». Завод неплохой. Хорошие качества, хороший завод. Претензий в данный момент пока не имеем. Рисунок здесь будет так же, как и на Кате Соловьяной, последний квартал. Серая плитка, так же, как и возле пятой школы. То есть серая с желтым рисунком. Напомним, сквер в районе школы номер 7 у памятника «Три свечи» переживает реконструкцию, чтобы к концу октября стать еще уютней. Часть работ уже завершена. Лежит новая тротуарная плитка, выложен бордюрный камень. После проведенных работ на этом участке чисто и аккуратно. Такого же результата рабочие добиваются и на аллее, ведущей к памятнику «Три свечи». Задержан с поличным. Грабитель одного из торговых центров в Анапе похитил в салоне 16 шуб. Из добычи был задержан у торгового центра. Уйти далеко с наживой вору не удалось. Сотрудники полиции встретили любителей меховых изделий на выходе из калитки. Если бы пробовался в кино, получил бы главную роль. Но судьбой своих грабителей распорядился иначе. Залез в салон меховых изделий в центре города, упаковал 16 шуб по пакетам и, перебросив через забор пушистую добычу, перепрыгнул сам. И лицом к лицу столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов. После поступления вызова на дежурную часть отдела МВД России по городу Анапа, на место происшествия был направлен наряд группы задержания в недостанной охране, которые в течение пяти минут прибыли на вышеуказанный адрес, где, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции в недостанной охране, злоумышленник был задержан на месте происшествия. Гражданин, прибывший из Московской области, неоднократно судимый за подобное деяние, при котором были обнаружены норковые шубы в количестве 16 штук. Ущерб составил более полумиллиона рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 ст. 158. Судьба меховых изделий тоже известна. Шубы изъяты как вещественное доказательство, проходящее по делу о совершенном преступлении. Новые правила для коммунальных служб. Отныне и бюджетные средства они будут получать только по факту произведенных работ. Качественно произвели санитарную очистку города, своевременно вывезли мусор, выполнили мероприятие по благоустройству и озеленению, пожалуйста, получите, распишитесь. Нет, значит и выплат не будет. Деньги налогоплательщиков должны отрабатываться, заявил на общегородском планерном совещании глава курорта Сергей Сергеев. Развитие темы в нашем сюжете. О кадровых изменениях сообщил заместитель мэра Анапа Олег Костенко. По согласованию сторон расторгнуты трудовые договоры с заместителем главы города-курорта Алексеем Харитоновым и начальником управления ЖКХ Леонидом Быковым. И с 1 сентября на должность руководителя муниципального предприятия «Медиагруппа Анапа» утвержден Никита Бойко. На этой неделе в планах сотрудников администрации продолжить работу с беженцами из Украины. Вынужденным переселенцам оказывают всестороннюю помощь – информационную, правовую и гуманитарную. Тем, кто следует транзитам из Анапы в различные регионы России, выдают продуктовые наборы в дорогу. Приведение объектов при дорожной торговле в соответствии с требованиями городских и краевых властей – еще один вопрос планерки. Сергей Сергеев напомнил главе Гайкадзорского сельского округа и главному архитектору об их ответственности. Игорь Васильевич и Маргарин, пожалуйста, после планерного совещания напишите на мое имя объяснение, почему при дорожной торговле до сих пор не проведена в соответствии с требованиями первого вице-губернатора Джабалата Хизирша-Хатвова и главного архитектора Краснодарского края Юрия Владимировича Рисина. У вас и у вас. Ваше видение. Если на будущий год, то вам придется еще по одной бумаге написать. И все-таки лейтмотивом общегородского планерного совещания стала работа коммунальных служб. Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в сфере ЖКХ, когда мусор вывозится не по графику, а как захочется мусороуборочным компаниям, уборка города производится как попало, а зеленение из-под палки. Оставаться таковой не может. Обозначен новый принцип работы. Оплату коммунальной службы по договорам с администрацией будут получать только по факту произведенных работ, после оценки ее качества. Следующий этап – управляющая компанией. Их зона ответственности – многоквартирные дома. Ничего не делается. А мы платим деньги, мы платим миллионные суммы. И плюс к этому я еще и рассчитываюсь с прошлогодними долгами. И такое хамское отношение, если один из руководителей, Светлана Владимировна, заявляет, мы сейчас набираем дворников. А что ж вы раньше не набирали? А никто не хочет идти. А что ж вы счета тогда выставляете? Следующий этап, до которого мы только что подходим, еще не взялись – это многоквартирные жилые дома. Я предупреждаю коллеги с управляющих компаний, что вы вернете все на исходное. И сделаете так, чтобы баки были чистые, чтобы под баками не было запаха и собак, и мух. И те обязательства, которые вы взяли перед жителями домов, вы будете исполнять. Никуда вы не денетесь, дорогие друзья. Задача начальника управления по транспорту и связи Юрию Кудрявцеву – привезти весь транспорт. Это касается спецтехники в порядок. Первый вице-мэр Светлана Яровая объявила о контрольном сроке итогового совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду. До 10 сентября все предприятия предоставят паспорта готовности – отопление социальных объектов и многоквартирных домов, подача теплоэнергии, обеспечение дровами малоимущих семей, заготовка песчано-солевой смеси, на личном контроле первого заместителя главы города. Праздник начала учебного года прошел без нарушений со стороны охраны порядка, но с некоторыми недочетами, по мнению заместителя главы Людмилы Мурашовой. Не все школы готовы на 100%, до конца недели все замечания должны быть устранены. Развитие массового и профессионального спорта об устройства нового стадиона в Цибанабалке обсудили в рамках доклада заместителем Иранапы Сергея Козлова. Сергей Сергеев подчеркнул – опыт создания и успешной эксплуатации стадиона есть. Вопрос об организации подвоза учащихся в кадетскую школу до конца не решен. Выделены два автобуса из Субсеха и станицы Анапской. А вот как добираться до Пятихата к жителям Витязева и Джигинки – вопрос пока открыт. Сергей Сергеев потребовал в кратчайшие сроки устранить проблему. И еще одно распоряжение – подготовить иск о передаче в муниципальную собственность коммунальных сетей в Киблирово городу. В микрорайоне Суко с 29 августа подача воды жителям многоэтажек ограничена. Нет горячей воды в детском садике. Дома переданы муниципалитету, а вот коммунальные сети до сих пор находятся в ведомстве Министерства обороны. Поэтому и обслуживание осуществляется некачественно. Как только их передадут под контроль муниципалитета, вопрос обеспечения жителей ресурсами власти города решат. Здравствуй, школа! Для маленьких жителей 12-го микрорайона активисты организовали и провели тематический праздник. С одной стороны, дети попрощались с летом, с другой настроились на активную работу в школе. От солнечных летних дней до классиков. Путь короткий. Всего пара штрихов мелом по асфальту. Пока барышни разрисовывают картинками дорожку, мальчишки упражняются в физподготовке. Альтернатива школьным урокам физкультуры. Проверяют силу рук и командного духа в перетягивании каната. В 12-м микрорайоне на площадке целый детский городок, населенный шумными веселыми жителями. Лето закончилось. И в первый день осени 1 сентября, чтобы серьезно настроить ребят на учебный год, аниматоры провели специальную зарядку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Разминка завершилась и через несколько конкурсов уставшим, но довольным детям, проживающим в микрорайоне, вручили билеты в кино. Церемония торжественного вручения прошла под аплодисменты. Первый раз в сквере строителей у нас проводится этот праздник. После конструкции этого детского парка. Хотелось бы выразить благодарность Сергею Павловичу, нашему Сергееву. Потому что мы здесь оказались в этом парке, в этом сквере после конструкции. Спасибо депутатам нашим, нашим предпринимателям, которые оказали помощь в организации этого праздника. Также очень хотелось бы поблагодарить 21 век. Спасибо за проведение этого очень хорошего праздника. Благодарны за такие сюрпризы к первому сентября маленькие гости праздника и родители. Замечательный праздник для наших детей. Наши дети – это наше будущее. Спасибо огромное. Побольше, конечно, таких праздников нужно организовывать. Говорят, как год встретишь, так его и проведешь. Новый учебный год маленькие напчане начали активно, весело и с настроением. Благодаря вниманию и поддержке взрослых. Продолжаем выпуск. Своеобразно попрощались с летом участники велоквеста. Приключения и поиски тематических артефактов начали от Краеведческого музея. О правилах, организаторах и условиях участия в молодежном велоквесте наш следующий сюжет. Завершающий летний сезон молодежный велоквест так и обозначили «Прощай, лето». Тема непридуманная, в отличие от легенды и истории игры. Все, как в компьютерных играх, есть задания, условия, участники, в каждой команде свой связной агент и главная награда от тролля – камень лета. За все пройденные этапы разгаданы головоломки и собранные артефакты. Входим мы такие квесты, стараемся проводить регулярно, с периодичностью раз в две, в три недели. Желающие могут принимать участие, все желающие, при наличии велосипеда и возраста 18 лет. По опыту предыдущих квестов, всем нравится. Велоквест – альтернатива душной комнате и монитору компьютера. Цель гонки – повысить рейтинг велоспорта среди молодежных увлечений. Кроме ощутимой пользы активного отдыха, организаторы справедливо настаивают. Велосипед экономит время, деньги на заправке, и это самое безопасное для экологии средство передвижения. Более подробно узнать о проведении следующей игры можно у организаторов в Центре патриотического воспитания «Ратмир» и на официальной странице группы «Контакте». Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, партнер выхода прогноза погоды, салон-магазин изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь. В среду 3 сентября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 29-31, ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин